Всем привет! На связи Дмитрий Гордеев. Мы продолжаем курс Java для Android-разработчиков на лоутблоге. И сегодня хотелось бы разобраться, что же это за странные слова паблик и многие другие, которые нам уже встречались неоднократно. Для начала посмотрим на новое понятие – пакет. Вот иногда бывает, что несколько классов объединены общей темой, как здесь, например, Car, Track, Car, Workshop, явно что-то относится к машинам. В Java их обычно кладут в отдельный пакет. Пакет – это что-то типа папочки, в которой, соответственно, лежат наши файлы. Новые классы и новые пакеты создавать очень просто. Вот эта вот менюшка, в которой я сейчас нахожусь, ее из кода вызывают с помощью клавиш Alt1 и также ее закрывают. И, соответственно, можно нажать правую кнопку на любом пакете, нажать New, и тут будет много вариантов. Нас интересуют сейчас Java-класс, новый класс и пакет, соответственно, под пакет. Ну хорошо, давайте посмотрим теперь на эти самые ключевые слова. Напоминаю, что ключевые слова – это все, что выделено вот таким оранжевым цветом. Public, class, int и так далее – это все ключевые слова. Итак, что такое паблик? Эти слова public, protected – они говорят о том, кто имеет право доступа к данному классу или данному полю или данному методу. И, соответственно, слово public означает, что данным классом или данным методом можно пользоваться в любом месте нашей программы. То есть вот, поскольку car – это паблик класс, то я могу создавать объекты car в любом месте и вызывать метод drive, поскольку он тоже паблик, из любого места моей программы. А если мы посмотрим на поле speed, то оно обозначено как protected. Это значит, что этим полем можно пользоваться из данного класса, можно пользоваться из любых других пакетов данного класса, из любых других классов данного пакета, и из любых классов, наследующихся от car, вне зависимости от того, в каком пакете они лежат. Соответственно, поскольку у нас класс main не наследуется от car и лежит в другом пакете, пакет написан сверху в файле всегда, то полем speed пользоваться я здесь не могу. Наконец, поле year не обозначено здесь ничего, это значит, что у него модификатор доступа package.local. Это означает, что им можно пользоваться из данного класса, из любых других классов данного пакета. А из наследников данного класса, если они лежат в другом пакете, уже пользоваться нельзя. И, наконец, есть еще модификатор доступа private, который обозначает, что в данном поле max.weight можно пользоваться только внутри класса track. Кроме того, сами классы тоже могут быть public и могут быть package.local. Соответственно, public классы мы можем пользоваться везде, а package.local только в пределах данного пакета, и поэтому создать объект track в классе main у меня не получится. Хорошо. Соответственно, если у меня есть класс car.workshop, который лежит тоже в пакете car, и при этом не наследуется от car, то я здесь могу спокойно пользоваться полем year, но не могу пользоваться полем max.weight, поскольку поле max.weight private. Теперь есть еще чудесное слово static. Оно означает, что вот этот метод repair, для того, чтобы им пользоваться, нам не нужен объект car.workshop. То есть, например, для того, чтобы запустить метод drive, нам нужен объект car. А для того, чтобы запустить метод repair, нам не нужен, мы не пишем new car.workshop. Нам не нужен этот объект. Этот метод принадлежит не объекту, а классу. То есть, если вы когда-то программировали на Pascal или на C, то static методы — это обычные функции языка Pascal или C. Просто в Java все должно лежать в классах. Тут нельзя просто взять и написать метод. И, соответственно, метод, для которого не нужны объекты, вот они обозначаются как static. Например, метод main — это тоже static метод. То есть, для того, чтобы его запустить, нам не нужно создавать объект класса main. И рассмотрим еще пример. Допустим, у нас есть теперь другой пакет war, что-то связанное с войной. И мы там создаем класс tank, который тоже наследуется от машины. И, соответственно, поскольку у нас поле er.package.local, то мы здесь не имеем к нему доступа. А поле speed.protected — значит, можем его использовать спокойно. На конец, есть еще такое ключевое слово final. Оно обозначает применение к классу или методу, что если применять его к классу, то оно значит, что от этого класса нельзя наследоваться. То есть, мы не можем создать там какой-нибудь класс, не знаю, самоходную установку и отнаследовать его от класса tank, потому что класс tank у нас final. Что-то еще интересного. Конструктор у танка package.local, поскольку ничего не написано. Соответственно, если я здесь, в мейне, попытаюсь создать объект tank, то я тоже получу ошибку, потому что конструктор, соответственно, нельзя вызывать из мейна. То есть, если мы хотим создавать объекты tank, то мы должны написать вот так. Так, хорошо. И, наконец, вот у нас есть метод drive classic car, но для танка танк ездит немножко иначе. И мы хотим поэтому изменить поведение drive в применении к танку. Для этого в Java есть механизм переопределения методов. То есть, мы создаем метод с таким же названием. Сверху пишем, вот это называется желтенькое, такое начинающиеся с собаки, называется аннотация. И вот сверху мы пишем аннотацию override. И теперь у нас есть метод drive в классе tank, который переопределяет метод drive из класса car. Здесь мы имеем доступ к методу базового класса. Вот так вот мы называем метод car базового класса. Можем это делать, а можем не делать. Это не обязательно. И дальше мы можем добавлять сюда какое-то новое поведение, специфичное для танка. Танк ездит более медленно. Соответственно, когда мы... Ну, мы здесь в main не можем создать объект класса tank пока. Но если мы сможем это сделать и вызовем метод drive, то уже вызовется именно вот этот наш новый метод. И, наконец, у метода тоже может быть модификатор final, который говорит о том, что этот метод нельзя будет переопределить. То есть даже если бы мы могли переопределить класс tank, если, допустим, мы уберем здесь вот так вот, и теперь мы можем отнаследоваться от класса tank, то мы все равно в классе наследники не сможем переопределить метод shoot, потому что он объявлен как final. Если, например, посмотреть в исходный код Android, там куча final классов, final методов, конструкторов приватных, то есть объекта нельзя создавать и так далее. Это все используется довольно часто в больших системах. Хорошо. И, наконец, еще, что я хотел сегодня рассказать. У полей тоже может быть модификатор final. Это значит, что это поле нельзя будет поменять. То есть вот я завел поле seconds and day, и дальше, если попробую написать, то я получу ошибку, потому что seconds and day, final. Кроме того, у полей тоже может быть модификатор static. Это означает, что это поле принадлежит не объекту класса main, а всему классу. То есть если мы создаем много таких объектов класса main, то у них у всех будет только одно на них, на всех вот это поле seconds and day. В данном случае я показал пример определения констант. То есть мы на самом деле один раз при старте нашей программы посчитаем вот эту константу, количество секунд в ней, и дальше можем в любом месте ей пользоваться. И она будет одна на все наше приложение. То есть теперь мы можем наконец понять, что вот здесь написано. Тут у нас публичный метод, статический, то есть не нужен объект класса main. И еще, наконец, последний штрих, это здесь вот эти квадратные скобки. Квадратными скобками обозначаются массивы. Массив это в принципе ничего сложного, это просто объект. Это что-то типа списка элементов. Соответственно здесь мы создаем массив из 50 целых чисел, и дальше мы можем по массиву пробегаться в цикле. Видите, у массива есть поле length, то есть его длина. И мы можем в элементы массива записывать что-нибудь. То есть вот этот вот оператор в квадратных скобках говорит о том, что мы теперь в it-элемент массива запишем какое-то значение. И аналогично можем сочетать этот it-элемент массива. Массива это простая тема. Что ж. На этом сегодняшний урок по модификаторам доступа завершен. Всем желаю удачи. И очень рекомендую разобраться самим, поиграться с этими самыми ключевыми словами, посмотреть, что где, к чему доступ есть. И жду вас на следующем уроке. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Счастливо.